всем привет дорогие друзья с вами снова пекарь стас и сегодня у нас 7 февраля очередной стрим сегодня вторник очередной стрим 7 часов вечера по москве и в общем то буду сейчас начинать здесь у меня мой друган селастин скажу всем привет привет он сказал вам расскажу сегодня во время стрима как можно будет такую неплохую на самом деле баечку выиграть вот тут эмблемка пекарь стас кому интересно собственно там почему крутые будут у нас разыгрываться теперь периодически всякие кофты майки и что ты себе кофты майки кружки расскажу в середине стрима когда наберется побольше народу как можно принять участие в конкурсе и так далее так далее в общем то сегодня я решил играть два стола быстрого покера на fast forward party покер собственно говоря не будем откладывать все это дело в долгий ящик и давайте буду уже запускать столики буду играть обычную сессию скамин спал с подробными комментариями своих действий на самом деле когда я первый раз запускал партии покер ну вот все в принципе тут нормально ну я установил layout разумеется как видите можно поставить ништяковый layout подобного образа разумеется он выдается всем бесплатно нашим игрокам кто регистрируется на парте покер через наш сайт обращайтесь в skype все вам выдам все подскажу все расскажу если заинтересует данная комната вас ну а пока мы давайте ее потестируем поиграем здесь два стола 25 нл быстрого покера посмотрим как здесь вообще дела обстоят что к чему сразу хочу заметить что майнинга на эту комнату нигде не существует его невозможно нигде купить единственный вариант это его разумеется только наигрывать самому то есть играть 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 и у вас будет накапливаться статистика вот собака у меня здесь вообще улеглась на клавиатуру но постараюсь с этим всем делом разобраться доска мне не очень нравится для консуменейшн бета такого рода парень колер у меня в позиции я открывался на ранний у меня заходил вышел такой борт ну не самый лучший я ставить камбет не буду если у него будут маленькие пакет пары там что-то типа семерки шестерки я думаю будет и сам чекать дальше так что смысла здесь никого нету что буду выкидывать на ранние позиции открылся стуз 2 получил трибет скотов а тоже будем сдаваться как говорится пока что пристреливаемся что здесь у нас получается выставим автодокупочку будем стелить король 5 на дилере разумеет запишите ваши любые интересные вопросы skype в прямом эфире в чате он находится twitch.com слэш пекарь стас буду стараться свободное время отвечать на ваши вопросы если будут таковы борт не самый лучший разумеется но у меня есть третья пара поставим здесь совсем немного центов 50 будет более чем достаточно чтоб парня тут выбить получили чекрейс разумеется выкинули дальше собака вообще на клавиатуре лежит посмотрите все вот и чё вот так вот мы играем вообще норм и катка но это у него такие привычки в общем то он всегда любит быть рядышком так ой-ой-ой что-то упало пока ничего особого интересного не происходит 76 я буду против котов 1бб коллировать защищать такую руку на бб против котов и собственно говоря 6 8 я сдаюсь доска опять же не the best то есть настроить сам камеру что более-менее было нормально дама опять я буду играть полу блеф 3 бетом разумеется в такой ситуации примерно где-то 2 доллара король 5 я выкидываю на готовь и дама 4 тоже 7 2 выкидываю результаты там спрашивают чате где результаты прошлого конкурса посмотреть они уже были и на сайте и в группе вконтакте мы выкладывали результаты прошлого конкурса и так что можете полистать историю на сайте если кто проморгал имейте ввиду то есть мы уже разыгрывали прошлый конкурс уже были объявлены победители прошлого конкурса кто выиграл эти битловки майки и так далее так далее так что ну ребят если вы прошли апель и уж извините борт такого себе масштаба будем чекать шестерки туз тем более еще хуже карта будем сдаваться если он будет ставить а это уже между прочим второй конкурс он будет проходить до 31 февраля на нем я чуть позже расскажу как принять в нем участие где вообще найти информацию так что пока что соберем народу побольше на стриме и тогда уже перейдем к этому вопросу если я буду 3 бетить буду 4 бетить король 10 ну или как коллирует как минимум такой ситуации 9 3 мы выкидываем король здесь я буду защищаться против бб 4 2 стилит на корове не стану стандартный консюнешн бет довольно таки большого размера будем коллирует разумеется непонятно почему он ставит так много туз очень плохая карта для меня на терне ну и к сожалению я думаю что тернея уже буду выкидывать потому что туза я не бью кикер у меня для короля очень слабоват в целом поэтому на тернея в такую карту разумеется я уже ничего поделать не смогу придется сдаваться если бы пришла бы разумеется не туза какая-то другая карта не знаю дама валет я бы еще второй баррель выдержал бы но не больше король здесь разной массе с ранней позиции открывать не стану здесь я буду ставить второй баррель потому что здесь часто могут быть флэш дроу вторые пары хуже там аля типа шестерки восьмерки девятки то есть не всегда здесь будет король поэтому буду ставить второй раз и ривер я уже здесь блефовать в девятку не стану потому что ну смею предположить что руки типа там восьмерки девятки шестерки он бы выкинул уже на терне поэтому если он королирует второй раз если там флэш дроу то по туз здесь я и так выиграю а короля я здесь не выбью ну вот вальты в том числе а так здесь я буду выкидывать так 4 король выкидываем туз 3 будем либо туз король будем либо 3 бетс либо стилить ну в конкретном случае стил туз 9 а с ранней позиции парень открывать неизвестный поэтому пожалуй просто буду выкидывать ну если был бы у него полный стэк я сыграл бы полу блеф 3 бетом зачастую в такой ситуации севка давай как-нибудь здесь аккуратней парень играет миндонг бет у меня есть две оверкарты буду как минимум кол играть либо можно было бы вообще даже зарезить но опять же терна очень плохая карта будем дальше сдаваться ну а здесь буду уже туз король выкидывать в такой ситуации парень играет 3 бетом я здесь его 4 бетс не стану буду просто защищать колом здесь с даму валет можно вообще в принципе тоже просто сыграть кол да сквизить не буду здесь просто коллируем хороший бор для меня разумеется кол флопа и я думаю кол ну любого терна абсолютно любого не вижу ни одного терна который я бы сдался бы в данной ситуации здесь даму валет выкидываем кол терна и в принципе наверно кол любого ривера я здесь не могу ривер выкидывать если он будет ставить и ривер он никак у меня не ожидает здесь туз король увидеть вот туз тем более отличная карта я теперь туз даму бью меня бьет только валет 10 ну нет конечно меня сеты тоже бьют разумеется и 3-4 меня теперь уже бьет но если он будет ставить ривер я конечно выкинуть здесь никак не смогу ксевку ты хочешь куда-то пойти ну дама король ему тоже было довольно таки тяжелое решение я правда не совсем понимаю что он там пытался завалюбетить как и с какой рукой я должен был хуже ему ответить когда он ставил аллын на ривере с дамой король в этой раздаче но его права в принципе у него там особо вариантов тоже много не было можно было конечно рассмотреть вариант с чек пасом но парень решил не заморачиваться поставил аллын с двумя парами ну я повторюсь я не могу понять с какой рукой он думал что его проколю в таком случае с какой рукой хуже так скажем туз валет что ли если только не самая лучшая доска для меня здесь дома валет ставит он довольно таки много перспектив я в данной раздаче не вижу он ставит без позиции очень скоординированную доску и я не вижу здесь смысла коллировать он ставит очень много я думаю здесь будет сильнее меня поэтому я буду выкидывать а с король валет я сыграю полу в лев три бетом было бы одна масса на король валет я бы еще предпочел бы коллировать разной массе я предпочту три бетить разумеется в такую доску буду ставить сканбет полу банка достаточно будет если он будет коллировать я думаю дальше я продолжать него баррелить не буду потому что туз вполне у него может быть в диапазоне ну кола три бета без позиции очень часто король 2 я тоже сыграю полу в лев три бетом обязательно почитаю ваши вопросы что вы там пишете ну именно которые направлены ко мне король 2 будем выкидывать стил 100 с 5 буду получать три бет буду коллировать обязательно там костя пишет что типа оказывается то сева вместо меня катает ну на самом-то деле так и есть да кстати им он показывает результаты в начале от предыдущей сессии будет отлажив откладываться у людей что у минусовый сессия это нормально не вижу в этом никакого смысла если вы приходите посмотреть здесь на результат сессии то уж сорян ребята это ну как бы это абсолютно неправильно я считаю потому что отыгрывается здесь очень маленькое количество рук и зачастую это отыгрываться ну под некого рода не назвать это давлением а под некого рода я очень много отвлекать на диалоги начаты на ну потусторонние вещи и зачастую результат скажем так может быть не совсем такой как он мог бы быть потому что концентрация на текущей сессии очень очень сильно отличается какая она могла бы быть ну собственно говоря без стрима поэтому если вы в этом сомневаетесь я вам советую попробовать запустить запустить пару столов и начать не знаю стрим вести образно говоря и и посмотрите что с этого может получиться насколько вы будете отвлекаться ну да ладно в общем то единственное что я рекомендую это разумеется следить за ходом моих мыслей за комментированием как я комментирую раздачи что я стараюсь объяснять на что на чем я концентрируюсь это действительно будет вам полезно а если вам интересно больше результат сессии но это я думаю неправильный подход жалко тузы тут открылись и все упали со всех позиций я чередую открытия с позиции иногда два с половиной бб иногда три бб зачастую это может зависеть от ну оппонентов кто сидит за столом и какой силы у меня рука если я вижу что допустим есть какие-то там определенные сквизеры то я могу открыть поменьше и наоборот спровоцировать всем самым на сквизы от оппонентов даму король и здесь кондбет в такую доску ставить не буду колл одной улицы потёрну я думаю я здесь конечно же осилю к слову говоря холдоменеджер здесь работает без всяких заморочек это если кому интересно буду играть домкбетом и ривер я буду падать в данной раздаче он меня зарейзил буду коллировать одну улицу а у него денег очень мало ну кол конечно одну улицу я должен здесь сделать и в принципе я дальше буду сдаваться можно попробовать еще сыграть на дурачка сыграть минбет ну похоже парень на рыбу может и проплатит нет все таки рейзи довольно таки мощно буду выкидывать конечно же 3 7 выкидываем тройки получил 3 бет коллировать не вариант без позиции вариант либо падать либо блеф 4 бетить ну ладно на первый раз как бы пока пропустим инфы у меня здесь ни на кого нету разумеется поэтому будем играть в вакууме без какой-либо дополнительной информации мне на самом деле импонирует такого рода комнаты где отсутствует какой-либо ну большой-большое количество майнинга когда все игроки в равных условиях то есть вот допустим на данный покеру майнинга нигде нету и поэтому сколько вы тут наиграете кого вы имеете информацию какие-то нотсы ну собственно то вы и получите это на самом деле на мой взгляд очень круто и примерно хоть в какой-то степени уравнивает уровень игроков усредняет скажем так парень ставит будем сдаваться тут просто гадшот насчет если информация по лотосу информация по лотосу есть они все 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 вот в принципе уже на грани запуска чуть ли не каждую неделю говорят вот на этой неделе вот на этой неделе но постоянно что-то откладывается 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 и в принципе этот запуск будет как говорится со дня на день и как только что-то произойдет вот уже запустится Я обязательно, конечно же, сообщу. С король 9 играю полублеф 3-бетом против ранней позиции, ну, миддл позиции, если быть точным. На самом деле я вам советую и рекомендую практиковать такого рода полублеф 3-беты именно в позе с руками-блокерами, с руками, которые имеют какое-то эквити на постфлопе. Это в нынешних реалиях покера просто, ну, must have, и без этого вообще никак. Это немного балансирует ваш диапазон 3-бета. В принципе, это можно делать против ранней позиции. В покере деньги у вас всегда будут делаться только в одной ситуации. Это либо когда у вас, точнее, в двух ситуациях. Либо это когда у вас агрессия, либо когда у вас позиция. Ну, то же самое можно здесь сделать. У него там стэк, я вижу, небольшой. Тоже можно чутка по 3-бетить лайтово. Здесь тоже будут 3-бетить. Если у меня 4-бет нет, буду играть, конечно же, на стэк. Вот, соответственно, это либо позиция, либо агрессия. Если у вас в покере есть и позиция, и агрессия, у вас будет вообще все замечательно. Ну, здесь без вопросов, конечно же, легкий алл-ин. Без всяких. Ну, динамичные позиции тут вообще без вариантов. У парня короткий стэк, чекрейс я не хочу получать на такой доске, поэтому прочекаю. Получил колл, получил короля, получил семерку. С чем он мне ответил? С дамами. С сожалению, коинфлип проиграли, не повезло. Ну, ничего страшного. Бывает. А здесь вышла шестерка. Поставим здесь немножко полбанка. Возможно, если ничего нет, этого ему хватит, чтобы выкинуть все. Ну, я бы на его месте с дамами даже не думал. Это инстакол в его случае. Вот, блин, какие дураки беспомощные в чате иногда появляются. Знаете, когда, ну, иногда смотришь какой-нибудь там стрим по киберспективным играм, там, не знаю, Доту или какой-нибудь Counter-Strike, ну, кто что любит, если вообще вы смотрите. Вот там в чате периодически бывает вот просто сумасброд идиотов собирается, которые спамят всякую хрень. И я очень поражаюсь, ну, в принципе, там это спамят, ну, дегенераты, которым до 18 лет в основном. Ну, эти такие совсем, бывают недалекие люди. Ну, не то, что недалекие, молодые еще ребята. Все мы там были, но когда сидишь, вроде бы играешь в покер, тебе тут 18+, и чувак пишет просто какую-то ехинею в чат. Ты думаешь, боже мой, где у тебя мозги твои остались, в третьем классе, что ли? Вот, и думаю, ну, ладно, это без всяких, давайте продолжать. Король 3 из котов я стелить не буду, выкидываем. Туз 3 тоже будем открываться, да, мы 2 выкидываем. Дамы 4, на котов я открывать не буду. Туз 2 с ранней позиции тоже. Так, иммант, кнопки для бэтсайзинга через какой софт настраивал? Они сами здесь настраиваются, никакой софт я не использовал для этого. Ну, то есть, без проблем все можно настроить в самом софте. Сейчас посмотрим здесь, что мне написали, прочитаем. 7-8, 3-бет, в 4 раза буду выкидывать 7-8. Здесь открывается ниттовый игрок, его 3-бетят против ранней позиции, я просто вальты буду калировать в позиции. Здоров, играл на старзах в месте 4, собственно, в покер всего в месте 4 играю, и сейчас решил его забросить, не очень там с бонусами тема. Сейчас я же не могу решиться, где играть между 8-8 и Red Kings. Что посоветуешь? Играю на NL20 пока. Ну, вот, в принципе, Костя тебе там уже довольно-таки правильно все ответил. Здесь я 8-9 буду играть 3-бетом. Парень ставит 3-81 улицу, я проколирую с валетами. Собственно говоря, ну, все, Костя уже расписал чуть ниже, прочитай его ответ. Довольно-таки. Ну, и второй баррель, если он будет ставить, я уже буду здесь сдаваться, потому что зачастую это будут либо Дама Икс, либо Короли, Тузы и так далее. Ну, он ее ставил, да боже мой, опять Тузы на первом столе, и все повыкидывали. Ну, и, собственно говоря, он ставил в бутерброде здесь сканбет, и я думаю, что без руки он здесь баррелить, ну, совершенно, ну, не будет, собственно говоря. То есть это минимум Короли, Тузы, может быть, Дама Икс какая-то. Поэтому валеты я здесь буду уже сдаваться на второй баррель. Напомню, что парень был в бутерброде, 3-бейтил на ранней позиции против ранней, против довольно-таки тайного игрока. Валет 10 просто комплит, восьмерки просто будем коллировать, мультипод. Бэтпод буду сдаваться, еще парень сидит за мной, за спиной. В сет мы не попали, без позы тоже будем выкидывать. Так, 3 валет выкидываем. Тут получили комбет, но, разумеется, нечего ловить с третьей пары на такой скоординированной доске, просто сдаемся. Деньги делаются в покере, говорю, только в двух ситуациях. Либо против фишей, либо когда фиши делают себя. Ну да, в принципе, к большому счету так и есть. А играю я в партии покере. Это быстрые столы на партии покере. Уже один стек ко мне приехал, и один стек уехал от меня. Один стек, так что туда-сюда покидались уже немножко. Ну, тузкороли, разумеется, будем трибетить. Так, тузкороли, это изолейт, доллар 25, доллар 20, примерно 8 валет стил. Ну, тут сразу понятно, фиши-фиши, раз-два лимпа. Откресят две ребехи, опять тузы на первом столе. Разумеется, трибет, доллар 70. Нет, у него стек короткий, буду полтора делать. У него стек очень небольшой, поэтому поменьше. Но здесь, к сожалению, полный ужас пришел, и ставит парень очень много, сдаемся, с тузкороли. Здесь пришла сухая доска, я поставлю вообще немного, там, не знаю, доллар 10. Спровоцирую его на какой-то рейс, ну, вообще выкинул. Хотел спровоцировать на какой-то рейс, конечно, можно было бы вообще прочекать, дать ему возможность поблифовать, потому что доска была вообще безопасной. Здесь я буду играть полублиф... ну, точнее, на вэлью, трибет. У парня не полный стек, смею предположить, что это будет рыба. Поэтому с десятками трибет на вэлью против такого игрока. Опять же, пришли две оверкарты, к сожалению, тоже не очень здорово. Ставить я сюда не буду, будем сдаваться. Да, мы с ним выкидываем. Ну, если сейчас оба прочекают, можно поставить полбанка. Или одну улицу я заколирую. Ну, ставить там смысла не было с десяткой, разумеется, человек вдогонку по риверу в той ситуации. Так, ТУС-10 с ранней позиции будем открывать. И Валет-2 будем выкидывать. Знаю, что не отвечаешь на вопросы по бонусу, но не смог найти информации по поводу бонуса за наигранный рейк 300+. Вообще не понял, о чем вопрос. В какой комнате или о чем рейк. Ну, блин, серьезно, вообще не понял, о чем вопрос. 5-8 против Котовы будем выкидывать. ТУС-10 здесь тоже нам нечего, в принципе-то, ловить. Я буду коллировать стеты, зачастую будет очень лайтовый 3-бет на баттоне против Котовы. Можно большое количество досок играть через чек-рейс. Да и в целом рука довольно-таки неплохая. Допустим, одна из этих досок. Посмотрим, сколько он поставит комбет. Ну, это либо колл, либо чек-рейс. Можно сыграть через чек-рейс. Он чекает. Буду ставить обязательно терн, обязательно буду ставить ривер. Терн буду ставить примерно 2.81. И обязательно буду ставить, в принципе, ну, любой ривер. Я не знаю, какой ривер я здесь не поставлю. Ну, то есть, он здесь часто может подконтролить из дамы икс. Интересно, молодец. Прикольно, прикольно. Так, 4 валет сдаемся. 7.10 тоже будем стелить. Ну, пока ничего интересного здесь не происходит. Там парень меня прикольно на первом столе с тузами поймал. На доске король дама икс он мне поставил фантинейшн бет. Вот, и я смел предположить, что это может быть рука типа дама икс. Там какой-то стрит-дро, туз валет. Какая-то вторая пара, может быть, даже третья пара. Когда он проколировал меня на терне, я решил бельфовать ривер. Но он показал там вообще немыслимую руку, типа тузы. Но, на самом деле, вот, раз он так прикольно сыграл, выиграл, то здорово. Но, на самом деле, подарил мне 2 карты на терне и на ривере бесплатно. Жалко, что ни девятка, ни туз не доехали. Вот, это было бы ему тогда уже пообиднее. В такой ситуации. Но, блеф, он мой поймал классно. Я не ожидал, конечно, такую руку. Увидеть у него... Я буду играть здесь 2 барреля донгбет. Есть бэкдорр на флэш-дро, гадшот. Плюс у него широкий диапазон стила на баттоне. Все, ктиш. Сейчас я дверь там открою, собаки, секундочку. Вася, выкинь. Охранный пёс. Король 10. Будем коллировать. Можно было сыграть тоже полуглеф 3бет. Вполне. 8-10. Будем играть как раз таки. Полуглеф 3бетом. Ой, не заметил этого. Надо было побольше. Можно делать сквиз. 8-10. Проблем никаких нет. Только размер побольше нужно было делать. В этом-то прикол. Разумеется, в такую доску я буду ставить сканбет. Она отлично подходит для катиниэйшн бета. Главная, в принципе, задача выбить парня на баттоне. Он упал. Это хорошо. Ну, там в двух словах то, что спрашивали про 8-8 покер и Red Kings. На восьмерках больше рыбы, на Red Kings лучше рейкбэк. Так что вот тут дальше уже, как говорится, сами выбирайте, что вы хотите. В принципе, на низких лимитах очень важен рейкбэк. Поэтому старайтесь. Ну, то есть, либо вы профит будете за счет этого делать. Либо за счет первого, либо за счет второго. Либо за счет слабых оппонентов. Либо за счет возврата рейка какого-то. Неплохая доска для меня. Будем вылюбать эти слабейшие дамы. Какие-то покет-пары, флэш-дро. Ну, тоже, на самом деле, с одной стороны неплохая. С другой стороны довольно-таки стрёмная. Потому что... Потому что... Ситы. В принципе, уже флэш-дро закрылись. Я продолжу ставить. Если получу рейс, буду выкидывать. Поставлю терный и ривер. Я уже буду играть чек-пасс. Ну, и сейчас, если у него будет дама хуже, допустим, там, я не знаю, дама валет, дама 10, что-то... Ну, слабая дама, он просто ее прочекает вдогонку. Поэтому мне смысл ривер ставить никакого нет. Это чек-пасс на ривере против такого игрока. Если он будет слабейшей дамой, он просто прочекает. Ну, и если он ставит, разумеется, эта рука однозначно будет лучше, чем моя. А, калировать я здесь ривер не стану. 3-бет от очень тайтого игрока. На ранней позиции против моей ранней позиции у него еще, ну, довольно-таки короткий стэк. Поэтому я здесь скалировать не буду у него. Если был бы у него глубокий стэк, ну, там, типа 100 бб я бы колил бы, а так нет. Король 6 буду сдаваться. Стрим будет, как обычно, идти у нас примерно полтора часа. То есть до 8.15-8.30 по московскому времени. То есть еще впереди где-то в районе часика. Смело. Дама 9 буду выкидывать. Валет 4 это тоже все пока фолд. Продолжение следует. Два оппонента с неполными стэками, поэтому я буду коллировать, возможно, потенциально какая-то рыба. Здесь у меня куча бэкдоров, флэш-дро и, ну, оверкарты, поэтому буду ставить конбет. Дальше карта, в принципе, помогает его диапазону. Второй баррель я в нее ставить не буду. Десятка мне, разумеется, даст стрит. Ну, дама тоже плюс-минус такая себе. Ну, в общем, прочекаю. Я не думаю, что он в эту девятку выкинет что-либо. И если он будет чекать, я буду ставить блеф с расчетом того, что изобразит стрит, разумеется. Да, конечно, он может меня проколлировать по двум парам. Двум парам скоро нет. Но на доске очевидный стрит. Надеюсь, что он выкинет. Довольно-таки тайтовый игрок. Там спрашивают, почему я не ввожу рейс-ферст-ин по позициям. Ну, на самом деле, я считаю, это странным решением выводить рейс-ферст-ин по позициям. Конечно же, он у меня есть. Он у меня есть вот здесь. То есть, если нажать на пип, прифлоп рейс, там, то есть вот рейс-ферст-ин по позициям. А во-вторых, я имею в виду, странным, зачем выводить рейс-ферст-ин по позициям в хат. Потому что, во-первых, у всех регуляров примерно одинаковые рейс-ферст-ин по позициям. Это очень легко можно прочитать на основе в пипы и прифлоп рейса. То есть, это стандартно для всех. И так понятно, кто откуда и что рейзит. Ну, это довольно-таки очевидно. Здесь я давайте разыграю раздачу. Вот, это раз. А во-вторых, я не вижу смысла выводить рейс-ферст-ин по позициям против рыбы, потому что это не дает никакой информации. Потому что если у рыбы open-рейс, образно говоря, там 20%, то это абсолютно не структурированный прифлоп рейс. Это могут быть абсолютно рандомные карты. То есть, получается такая ситуация, что в этой информации, в хаде на главной странице нет никакой надобности. Она может быть где-то внутри, вот здесь. Но, повторюсь, для регов прифлоп рейса по позициям абсолютно легко понятны и читаемы. И это стандартные примерно все цифры и значения. А для рыбы нету никого смысла смотреть на эти цифры, потому что, ну, это рандомные вообще значения. Вот и все. Хороший сквиз пошел, конечно, красивый. Будем выкидывать дамы 9. 10.7 тоже сдаемся. Сейчас я открою окно, за секунду. Туз 2 тоже выкидываем. 4.7 Ну, ой, зря-зря-зря я здесь открою 4.7. Тут сидит лузовый парень на батоне. Это я не доглядел. Это я не доглядел. Ну, хорошо, что у меня хотя бы не 3-бет, но это уже более-менее. Есть, опять же, бэкдоры, флэш-дро, гадшоты и так далее, поэтому буду ставить здесь обязательно флоп. И в любой бэкдор, конечно, буду ставить на терни. 3-бет против ранней. У парня короткий стэк. Получаю здесь сразу рейс на такой доске. Очень плохая доска. Буду играть через чек кола лына. Ну, то есть, играет чек. Если он поставит, сыграет чек рейсом. Стуз король. 4.7 получил рейс на таком борде. Буду просто выкидывать. Парень прочекал. Опять же, буду продолжать чекать. Ну, выкидывать я здесь не собираюсь. Туз король. И буду коллировать на ривере его. Ну, если он поставит. Ну, против рыбы тут туза хай более-менее, чем зачастую достаточно для такого кола. Здесь у меня, опять же, ну, у него короткий стэк. Я буду, пожалуй, вообще пихать алл-ин. Возможно, есть фолд-эквити, есть эквити, разумеется, руки. Возможно, он выкинет. 6.5 О, дает. Дама 10. С раннего я его сдаюсь. Насчет париматча. Там меня спрашивают, я ничего не в курсе, никак прокомментировать не могу. Без понятия, ну, что за комната и в какой сети. Ну, как бы, конечно, слушал о таком бренде. Ну, кто это и что это. Ума не приложу. Против ранней позиции туздам и трибетить не буду. Тут сквизер сидит. Пускай подсквизит, как говорится. Но он выкинул вообще. Это не здорово. Доска для меня тоже не самая лучшая. Парень прочекал. Поставлю полбанка. Ну, маленький пакет пары. Здесь можно выбить там какие-то тройки, четверки, пятерки и так далее. Я продолжу ставить. Я не уверен, что он здесь имеет что-то более-менее адекватное. Но зачастую моя рука даже здесь может быть сильнейшей. Ну, что он играет чек-кол на такой доске. С какой бы это перепугой ему это стало бы делать. То есть, опять же, можно выбить маленькие пакет пары. На самом деле, room достаточно удобный. Есть огромное количество полезных кнопок. Там всякие авторебайи и настройки сайзингов. Так что, ну, прикольно. Есть фаст столы, есть обычные столы. Валет 2 я не буду стелить. Парень довольно-таки агрессивный. Туз 6 с ранней позицией я тоже открыть не буду. То есть, я предпочту, допустим, лучше открыть здесь какой-нибудь там Туз 5 одной масти, нежели чем там Туз 6. Ну, тот же там Туз 2, Туз 3, Туз 4, Туз 5, нежели чем тот же Туз 6. 9.6 выкидываем. 6.7 с ранней позицией открывать не буду. Туз 9 я сыграю. Я вижу, у парня короткий стэк, но он играет довольно-таки аккуратно. Сыграем полублей в 3 бета. Мне кажется, это какой-то МССник. Думаю, что он здесь либо пушит, либо падает. Чаще всего в таких ситуациях. Продолжение следует... Я уже задавал по теме вопрос, почему меня временно забанили на 8.8, если я не знаю, в чем беда. На что прозвучал вариант, что это может быть злоупотребление бонусами или акциями. На самом деле, без понятия, в чем-то может быть проблема, и это можно только узнать у суппорта, разумеется, 8.8 Покер. И то они такого себе, скажем так, дружелюбия, не всегда отвечают корректно, ну и все, что хотелось бы от них услышать. Лично же, в принципе, я тут вряд ли чем смогу либо помочь, потому что менеджеры плюс-минус также реагируют. Они все время, ну менеджеры 8.8 Покер, плюс-минус также ссылаются, типа, идите там в этот суппорт и вам там все расскажут. Ну знаете, как бы бочки катят, вот, так что в этом-то косяк. А насчет того, что могут ли тебе закрыть доступ за злоупотребление бонусами и так далее, вообще, я тебе скажу по большому счету, любой покер-рум или любое вообще казино, тем бе может закрыть доступ, просто не объясняя причин. Это в их праве. То есть тебе, конечно, в принципе, деньги должны вернуть в такой ситуации, если ты ничего не нарушал. Но по большому счету, любой покер-рум, любое вообще заведение подобного образа, как в оффлайне, так и в онлайне, насколько, опять же таки, мне известно, могут закрыть тебе доступ, не объясняя вообще причин. Ну, зачастую только, конечно, выводят деньги, разумеется. Вот так, что это такая история. Что у тебя там случилось, к сожалению, я вот не знаю. Старайся, пиши им, я не знаю, создай тему на форуме, там, на каком-нибудь большом форуме, там, где-то могут внимание привлечь. Но если тебе возвращают деньги и просят просто уйти, тогда, ну, просто уйди. Что тебе тут еще посоветуешь? Больше ничего не посоветуешь. А если не возвращают деньги и не объясняют причину, ну, тогда, не знаю, может, попробуй какой-нибудь кипиш создать. Что-то, тут других вариантов-то и нет. Если будет сквиз, я буду смотреть на размер, но... Слухи у просто-то. Доски, конечно, на отпад выходят. 10.6, понятное дело, будут сдаваться. Ну, я думаю, что здесь есть вальюбет с королями на ривере. В такой ситуации, небольшого размера, но, мне кажется, полбанка тут можно попробовать собрать. Насчет всяких бонусов и так далее, и так далее, это все пишите, ребята, индивидуально в Skype. Ну, все, я думаю, Skype мой знаете, где его найти, тоже знаете. Разумеется, это все, пожалуйста, туда. Да, 6-9 буду играть с полуглеф 3-бетом. 10-9 просто кол. Кстати, один и тот же парень. Да. Поставлю здесь полбанка. Здесь тоже самое. Ну, как-то просто он на двух столах одновременно сдался, там упал, там упал, поэтому, судя по всему, есть для него чек, это сразу какой-то автоматический чек-пасс. Ставлю здесь в такой борт, я против двух оппонентов не стану с 6-7. Парень сам донгбетит, коллирует, он там, тем более, рейс пошел, ну, понятное дело, тем более, буду выкидывать. Ну, и даже если бы второй оппонент упал бы, я думаю, я бы выкидывал бы сразу, потому что, ну, на таком борде, грубо говоря, нет смысла ловить свою девятку, потому что зачастую это читаемый аут, и если я даже поймаю свой стрит, мне ничего не оплатят. И семерка тоже не факт, что будет мема аутом. То есть, одним словом, ну, старайтесь не ловить очевидные ауты, в этом нету никакого, как бы, резона. Понятное дело, тут дамы стил, либо трибет. Можно было бы даже заколить, дождаться сквиза, тоже как вариант, имеет место быть. Поймали две пары на ББ. Всегда будет непростое решение, если вдруг мы здесь получаем 4 бет в такой ситуации. Ну, разумеется, такой борт я буду ставить, есть приличное количество бэкдоров по терну. Валет, дама, король. Ну, то есть, любая карта, которая дает мне гадшоты, я буду продолжать баррелить. Здесь получил сумасшедший, просто какой-то дичайший рейс. Конечно, понятное дело, без вариантов буду выкидывать. Ну, то есть, прежде, опять же, да, там, вот, пишут, ну, такую, в тему, просто в тему расскажу, что тут написали обычно какие-то мутки с левыми акками люди мутят. Ну, вот, немножко продолжу эту тему. То есть, зачастую просто бывает такая ситуация, что люди пишут всякие вопросы, там, а что меня забанили, а рум говно, а мне там бан поставили и так далее, и так далее. А за что? А что, какими бонусами там, и это самое? Зачастую бывает просто такая тема, что, я вам скажу, я в покере, ну, порядка, наверное, 10-12 лет, и за все это время мой ни один аккаунт нигде не забанили. Ни один аккаунт ни в каком покеруме у меня не был забанен. Ни за что. Были всякие, то есть, блокировки для проверки, разумеется, личности, которые без проблем, конечно же, проходятся в любом покеруме. Так вот, к чему я веду? Я веду к тому, что зачастую все ваши, ну, многое нытье, зачастую, я не знаю, там, процент, ну, не каждого лично вашего, а в большом проценте, любое нытье на форуме о том, что его где-то забанили и не разбанили, именно связано с самим, ну, грубо говоря, человеком. То есть, он зачастую что-то просто нарушил, что-то не договаривает на форуме. Об этом, конечно же, знает покерум и все об этом знают, ну, кому надо знать, и он знает. Но при этом он на форуме пишет, что его забанили ни за что. И покерком это, допустим, говно, понимаете? А сам там мультиаккаунтит, на бабушку сделал аккаунт, там, я не знаю, ну, играл с одного компаса, там сразу по у... Ну, и так далее, то есть, нарушить можно много чего. Вот. Но если вы, грубо говоря, чистый, ничего не нарушали, ну, вас никто никогда ни за что просто так не забанит. К этому я веду. И такого я в своей жизни, ну, лично своей шкуре и от своих друзей большого количества никогда не слышал, что меня вот забанили ни за что, и деньги мне не вывели. Знаете, вот это вот, то, что часто пишут на форумах. Вот. Поэтому я очень всегда скептически к этим всем делам отношусь. Если у меня есть связь, конечно же, с affiliate менеджерами какого-то покерума и нашего игрока там где-то забанили, я всегда напишу. Affiliate, если есть у меня такая возможность, всегда узнаю. И очень многим помог действительно где-то там разблокироваться, либо побыстрее, либо пройти верификацию, либо вообще понять в чем дело. Тот же вот кокс в чате не даст соврать. Правда? Тебе же помогли по-быстренькому решить вопрос. Помогли. Так вот, я к чему веду? Когда если человек чисто ничего не нарушал, все решается быстро. Но если человек реально какой-то хер напорол, и вы так и будете сидеть в бане, вам вправе никто ничего не отвечать. Потому что если вы реально что-то нарушили, вас могут просто игнорировать и все. И потом, как бы знаете, многие, повторюсь, на форуме просто не договаривают о том, что они действительно что-то нарушили, либо сами это забыли. Пока просто за столами ничего не происходит. Там у меня была за первым столом пара королей, но все упали. И как бы пока ничего особенного. Король валет с ранней позиции буду выкидывать. Туз-3, 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 туз-3 с ранней позиции. Ну да, туз-3 с ранней позиции еще можно открывать, как я говорил. Туз-6, там какие-то туз-7 мне не очень нравится. Такого рода руки мне гораздо более импонируют. Ну, разумеется, потому что есть хотя бы вариант какой-то с гадшотом. Понятная причина. То есть я бы вам сказал так, если вернуться еще раз на секундочку к этим всем банам. Ребят, если вы, черт возьми, реально не... Да ёпрст, опять у меня второй или третий раз тузы сегодня, и второй или третий раз все падают. Прям, ну, то есть даже вообще, даже, как говорится, ход только доходит на ББ и все падают. Ладно, хер с ним. Так вот, к чему я веду? Ребят, если вы реально ни в чем не виноваты, и комната вас реально заблочила ни за что, и вот вы вообще ничего не нарушали, ни там конвертеры, ни там майнинг, ну, плюс-минус такие, знаете, банальные простые вещи. Не мультиаккаунтили. Ну, все нормально, более-менее по чесноку, как и 99% игроков играли. Действительно, создайте где-нибудь кипиш на каком-нибудь большом форуме и напишите свою проблему, пускай, ну, будет информация. Вот, ну, уж только будьте, как говорится, адекватными и не пишите всякую фигню, если вы действительно накосячили и сейчас пытаетесь камни в колеса кому-то вставить. Дама 9. Дама 9. Я здесь буду чекать. Король дамы я тоже буду сдаваться. Там интересно, почему тебе ходят ироничные подколы в покер-среде? Ну, ребят, я как бы скажу вам, уже об этом не раз говорил, я не Дмитрий Мальков, чтобы всем вам это нравится. У любого популярного, ну, более-менее популярного какого-то там человека, либо стримера, либо кого угодно, будут какие-то и доброжелатели, и какая-то доля хейтеров. Поэтому кому, то есть кто как к кому может относиться, это личное дело. То есть многие количества, знаете, там есть одни люди, которые любят, скажем так, одну покер-школу и тем самым, ну, презирают, допустим, другую. То есть есть огромное количество таких людей, которые могут относиться нейтрально, ну, там есть разные покер-школы, они там в разных местах сидят и, как говорится, и все спокойно себя ведут, черпают просто информацию. А есть огромное количество просто людей, которые начинают хейтить, то есть, ну, начинают а-ля орать, это тренер говно, то тренер лучше, это покер-школа говно, та покер-школа лучше. И вот, разумеется, если вы приобретете хоть какую-то маломальскую известность, у вас по-любому, вы не можете, скажем так, стать известным и не иметь никаких хейтеров. Такого не бывает. И поэтому некоторые люди могут себе позволять высказываться так, как они считают. Ну, это их абсолютно личное дело, это личное их право, то есть, кого-то там любить, кого-то ненавидеть, вот и все. То есть, кто-то относится нейтрально к чему-то, ну, знаете, не высказывает свое, там, фи какое-то. Поэтому в двух словах, повторюсь, невозможно всем просто нравиться, вот и все, об этом речь. Ну, здесь, на самом деле, у него часто будут средние пакет-пары, сейчас я уже в эту двойку среднюю пакет-пару никак не выбью, поэтому второй баррель я ставить не буду, плюс ко всему и флэш закрылся. В идеале, конечно, чтобы сейчас закрылась четвертая флэш-карта, либо Туз-Валет доехал, но, к сожалению, Туз-Валет не доезжает, и это не очень здорово. Ну, ставит он немного. Я попробую его зарейзить, на самом деле. Я думаю, что ответить он сможет только с королем. Если будет король, я, конечно, попал, но от короля у него не оказалось. Ну, то есть, его, как бы, линия выглядит зачастую, это либо флэш, либо какая-то средняя карта. Да, конечно, я мог попасть в топ-диапазон, он меня так мог вылебетить с королем, но, на мой взгляд, там есть львиная доля блефов в его, ну, ставке, и, как бы, поэтому я их попытался выбить. Первый сетик, у парня, правда, нит, ну, пожалуй, я, наверное, буду играть через чекрейс здесь, такую доску. Хотя можно играть чекколом, и чекрейс на терне, будем смотреть, сколько он вообще будет ставить. Я вообще являюсь, ну, сейчас немножко доиграю эту раздачу, и продолжу немножко тему предыдущую, что там спросили. Я вообще, если честно, ну, со своей стороны, очень часто бывает такая ситуация, что мне вообще не нравится зачастую. Это когда я буду пихать валун ему, сейчас расскажу, что именно мне не нравится. Ну, если говорить о каких-то там хейтерствах и не хейтерствах, сейчас продолжу, тут доиграю эту раздачу. Хотя не важно, в принципе. Так вот, мне не нравится именно во многих людях такая вещь, когда люди не способны думать своей головой. То есть они реагируют на какие-то высказывания, сами человека при этом, допустим, абсолютно не знают, и на основе этого делают какие-то выводы. Зачастую, причем эти делают высказывания всякого рода тролли, которые в жизни ничего вообще не добились, в покере ничего не добились. Они имеют просто какое-то огромное количество переспам или какой-то рейтинг на определенном форуме за то, что они там просто херу тучу лет сидят и кроме оттуда своего носа не высовывают. И со стороны многие люди считают, что это респектуемое мнение. То есть они являются некого рода типа как будто, ну, не знаю, как это сказать, несущими правду в массы. Хотя сами по себе там, знаете, кроме как там, ну, не буду никак там называть такого рода там, чего добились, чего добились, это уже не важно. Так вот, чему я веду? Я веду к тому, что старайтесь любых людей, не важно там, в интернете, в жизни, вообще где угодно, ну, просто старайтесь оценивать сами. То есть пообщайтесь с ними, я не знаю, там, не обращайте внимания зачастую на мнение вот каких-то даже там, ну, то есть вот друзья могут действительно что-то сказать там толковое. Ну, там, о каком-то другом человеке, потому что если вы дружите с этим человеком близко-близко, то, в принципе, он вам скажет адекватное мнение о другом человеке, вполне адекватно. Но если вы просто знаете какого-то знакомого, и он говорит про другого, кого-то левого человека, какие-то плохие вещи, да, боже мой, может, они там друг другу дорогу перешли. И они сейчас просто так высказываются друг о друге плохо, понимаете? И, соответственно, делать, ну, как какие-то выводы о других людях на основе просто какого-то мнения хера с горы, ну, по-моему, это как минимум ошибочно. Будет неверно. Вот и все. Поэтому это так чисто с моей колокольни, с моей точки зрения, вот такие вот... Это я не о себе сейчас говорю, я просто вообще в целом, что старайтесь оценивать людей просто как, ну, поимев какой-то опыт с ним общения и так далее, и так далее. А не то, что он там какой-то пес сказал, там, блин, вообще вы его даже не знаете, кто он такой. Ну, терн пришла не самая лучшая карта здесь, семерка, еще я продолжал баррелить, я там бил всякие гадшоты с тридрок, говорится, но тут вышел король, и вообще теперь ничего не бью. Я надеюсь, что у человека будет дама валет, и я выиграю, вдруг повезет. Ну, хер там, стрит на десятку, залимпил с ранней позиции 10-9, вообще красавчик. Вот это интересная карта дама, я теперь фулхауса вбью приличное количество. Это хороший пуш, разумеется, жалко там не кольнул парень сверху. Давай в следующий стрим замутим катку в дотку, чтобы расслабиться. Да, было как-то у нас в одно время в комьюнити такая, типа, практика, попробовать замутить катку в дотку, собрать там всех желающих. Но это не стоит того, на самом деле. Если хотите иногда со мной сыграть, я иногда поигрываю, когда появляется время, либо при отдыхе, как говорится. Так что, если хотите со мной сыграть, у меня сколько там, по-моему, 3800 или 4000 ммр соло, образно говоря. Так что, если хотите со мной сыграть, просто напишите в скайп, я добавлю вас в стиме, и мы найдем время, без проблем сыграем. Я к этому без проблем отношусь, открыт, и мне даже интересно, скажем так. 9.10, секундочку, 9.8 я буду выкидывать, здесь я буду калировать. К сожалению, ничего не доехало. Если он будет чекать, я буду ставить. Ну, ставить, опять же, почему? Потому что, если бы у него был бы, черт возьми, этот на ривере валет, я думаю, он бы ставил бы, разумеется, этот ривер. Тут он берет чекает ривер, у меня нету showdown value, единственный вариант выиграть мне этот банк, это ставить ривер. То есть, есть некоторого рода, скажем так, как-то выразиться. Как-то выразиться правильно, сейчас подберу. Слабые линии, черт возьми, вылетел из головы. Слабые линии. То есть, человек играет какой-то полбета на терни, и выходит ривер бланковой карты, он чекает ривер. То есть, это, в принципе, выглядит как слабая линия. И, соответственно, ну, в такого некого рода слабые линии, ну, если у вас нету никакого showdown value, то сам бог велел просто ставить, ну, воровать этот банк, попросту говоря. Здесь можно играть call, полублев, фрейзом. Я буду, он ставит мало, я сыграю полублев, фрейзом. Разумеется, дальше буду чекать. Ну, хотя здесь можно и продавить три улицы, там, и бет терна, бет ривера. То есть, ну, он меня не про... Я буду ставить здесь 4 доллара, бет терн, бет ривер сыграю. То есть, опять же, если он меня сейчас не закрутит, вот, ну, я хотел добавить. Если он меня сейчас не закрутит терн, а просто проколирует терн, то его рука, это чаще всего будет одна пара. То есть, одна пара, либо вторая пара, либо стридро, либо гадшот. Соответственно, если бы у него было бы что-то сильное, и прямые ставки на терне, он зачастую играл бы уже чекрейзом терн. Соответственно, если бы он сыграл бы просто call на терне, это зачастую какая-то, ну, король x, может быть, валет x, может быть, гадшот, стридро. И поэтому в огромное количество карт на ривере можно было бы продолжить свою агрессию. Ну, то есть, попросту это называется дожать оппонента. Сколько максимум народа было на стриме? По 200 человек было максимум. Сейчас на стриме 150. Кстати, ребят, да, давайте, тут народ уже собрался. Я немножко, ну, как бы покажу, расскажу. То есть, сейчас, секунду, секунду, где-то у меня стримчанский. Тут сквиз пошел. Короче, мы замутили прикольные байки, футболки. У нас уже конкурс идет второй раз пошел. То есть, скоро на днях я буду высылать первым победителям такого рода футболки. То есть, ну, вот это на мне кофта находится, видите? Вот так надо, наверное, показывать. Вот, тут эмблема Пекарь Стас, там вот кофта такая с капюшоном она. Фирменные, короче, наши баечки замутили, сделали, разыграли уже первый конкурс. Свои победители объявлены, им скоро будут высланы на их адреса эти, собственно, кофточки, майки, кружки. Поэтому, если вы хотите принимать участие в новом конкурсе и абсолютно бесплатно получить себе такого рода приз, такого рода приз, вы можете все, что необходимо вам сделать, это зайти на наш сайт, зайти по этой ссылке pekarestas.com slash конкурс и дальше условия прочитать и выполнить условия. Все очень, на самом деле, нереально просто. Тут очень хорошая карта, буду ставить в нее еще раз. Выполнить просто условия необходимые, ну, прикольно, да, доехал, четвертый парень меня калиру, ладно, бог с ним. Выполнить небольшие условия и 28 февраля мы разыграем очередную порцию майк, кофт и кружек. Помимо этого, данный комплект, то есть эти все майки, кружки, кофты, могут абсолютно бесплатно получить наши участники вип-клуба. То есть у нас на сайте есть вип-клуб, наверняка вы это знаете, то есть вот если зайти вип-клуб, сейчас мы доиграем эту раздачку, секунду, боже мой, эй, можно вставить donkbet здесь, то есть вот. И здесь есть раздел фирменный товар от pekarestas. Нажимаете, опять же, читаете условия определенные, выполняете условия и абсолютно бесплатно вы получите тоже эти все, ну, как говорится, ништячки. Так что, на самом деле, кофта получилась реально прикольной, еще раз могу показать, вот. Так, наверное, надо. Теплая кофта, ну, ништяк. Только сегодня получил, на самом деле ее забрал. Ну, здесь ривер я ставить не буду, парень играет 40 на 20, короткий стэк, я предполагаю, что это рыба, я боюсь, что он вальта никогда не выкинет, поэтому вдруг мне повезет, я просто против семерки сейчас выиграю. Ну, ставить я не буду глифовать здесь. Ну, тем более валет-король. Спрашивают, в какие компьютерные игры играешь? Ну, вообще, если так в двух словах говорить, я раньше очень, когда был, ну, малой, назовем даже это так, малой, до 18 лет, я очень серьезно увлекался компьютерными играми, играл очень много в Quake. Лучшее мое достижение, третье место, один на один по Латвии, ну, то есть был чемпионат в Латвии, собралось очень много квакеров лучших по Латвии, и я занял там третье место. Вот, один на один. Ну, больше я играл там 4 на 4, TDM, Teamplay, и помимо этого мы играли очень часто еще в городе у нас Counter-Strike, разумеется. Ну, в городе мы были самые лучшие. В нашем у нас была провинция, Далгофилдс, мы там были, всегда первое место занимали. Ездили пару раз на ВЦГ в Ригу отбираться, ну, понятное дело, там нам люлей напихивали, местные рижане еще, еще, как говорится, по самой небалуй. Но я в Counter-Strike играл чисто так, потому что она была намного популярнее Quake. Ну, в общем-то, эти игры я в основном играл. Только. Ну, а сейчас периодически поигрываю иногда в Dota. Так, 5-3 тоже будем стелить, Король-5 выкидываем. Ну, здесь горшотики с бэкдорчиками. Король-9, я думаю, это вполне адекватная рука для 3-бета. Очень плохая доска, очень плохая музыка, ставить не будем. Да не, там вот пишет Паша Физик. Я же не говорю, что ты ноешь. Я так в целом говорю о комьюнити, как это бывает, ну, как это бывает в жизни, скажем так. Я и на самом деле повторюсь, кроме саппорта насчет... У нас с большинством покер-румов есть связь с большим количеством, не знаю, наверное. Но нету связи только с 8-8 покер, потому что они такие вот, как бы, вот такие, какие они есть. Ну, то есть, как бы, связь есть, да, с эфилейт-менеджером, но она там или он, не суть важной, ничего не решают, потому что они всегда отправляют, решайте с саппортом, потому что у них, грубо говоря, есть отдельный департамент, и кто за это отвечает. А, допустим, такие покер-комнаты, как RedKings, там есть хорошие контакты, ну, вот, скажем так, непосредственно с Машей. И она очень многие вопросы может напрямую решать, помогать и, ну, разруливать. Так что вот с большинством комнат есть хорошая связь, а вот с некоторыми нету. И вот это одна из них 8-8 покер. Поэтому... Поэтому вот так вот. Ну, и дамы, я думаю, мне здесь хватит. Ой, ёбка, король, бля. Тут здесь я просто буду коллировать, на ББ сидит аккуратный игрок, он сквизить не будет. На всяком случае не должен. Буду играть чек-колл, стуз 10 на такой доске. С туз 4 буду защищаться коллом. Разумеется, ну, понятное дело, буду ставить комбет в этот сухой борт. Двойку я буду снова коллировать на терне. Здесь я буду играть полу-глефрейзом. Точнее, нет, это глефрейз получается. Ну, потому что он ставит очень немного в скоординированную доску. И ривер я, пожалуй, буду коллировать здесь. Я продолжу здесь ставить. Здесь я ривер буду коллировать. Дамы валет. И здесь я продолжу ставить, потому что я думаю, с флешом он бы в меня пихал бы. Поставлю немного. 8-6... Ой, блин. Как это фигово, что я не успел. Ну, и сейчас он меня... Ну, я сейчас уже ривер блефовать не могу, потому что он меня вскроет по королю. Ну, то есть я сейчас... Сейчас ривер нет смысла ставить, потому что он меня точно вскроет по королю и так далее. Поэтому я буду сдаваться уже. Блин. Ну, вот, видите, поставил бы этот терн, успел бы. Он бы выкинул бы. Это, к слову говоря, о всяких... Всякого рода... Ну, когда отвлекаешься на диалоги и не успеваешь просто это все дело контролировать на 100%. Бля, обидно. Дама 9 буду будет сдаваться. Ну, то есть там получается, опять же, такая ситуация. Там доска дама-король-4, две карты в масть. Я ему делаю рейс, и он отвечает просто колом. Опять же, когда он отвечает просто колом на такой доске в 3-бет-банке на мой рейс, то, в принципе, эта рука, опять же, повторюсь, средней силы. И раз эта рука средней силы, то это, ну, натерни его в эту крестовую карту есть вариант хорошо дожать. Королей выбить, там, дамы выбить, ну, там, флеш закрылся. То есть есть огромное количество карт, чего можно выбить. Вот. Потому что если бы у него была бы сильная рука, он бы меня зачастую просто на флопе бы перекручивал бы дальше. С тем же каким-то сильным флеш-дромом бы меня бы перекручивал, и так далее, и так далее, и так далее. Раз он это не делает, значит, рука средней силы, иначе я собирался ставить тём. Но, блин, меня подвело тайм-банк. Я просто не успел этого сделать. И проиграл из-за этого раздачку. То же самое здесь. Если он сейчас ставил бы полбанка, можно было бы рейзить. Есть у меня, ну, блокер на туза червей. Тоже это, как бы, довольно-таки важно. Тут у парня фолд 100%, правда, рук очень мало. Ну, доска сухая. Здесь я буду ставить и флоп, и терн. Он на терне чаще сдаётся. Флоп поставлю немного, и буду ставить любой терн. Ну, просто часто у меня здесь будут флоутить. А вот в эту карту как раз-таки не буду ставить. Потому что, ну, дам ему вариант меня зафлоутить. Буду играть чек-кол терна, чек-кол ривера. Ну, разумеется, это чек-кол терна, и 100% чек-кол любого ривера. Ну, надеюсь, это не будет какой-то ужасный. Ой, тройка, суперская карта. Ну, я не думаю, что здесь есть смысл рейзить. Я не вижу value в этом рейзе, если честно. Ну, что он мне с девятки не заплатит-то. У нас по 40 долларов в стеке. Парень открывался с ранней позиции. Буду стандартно ставить полбанка здесь, c-bet. Очень аккуратно стоит играть, потому что, опять же, повторюсь, 40 бб. 40 долларов в стеке очень глубокие. Ну, есть дамы, которые можно value-bet. О, четвертый или пятый раз сегодня тузы, и все падают. О, еще раз тузы. Блин, ребята, два раза поймать тузы, это... Это охренительно круто. Но два раза, чтобы все еще подряд упали, это будет вообще мега круто. О, один заколил. Ну, тут на такой доске я не знаю, что я ему могу еще предложить. Блин, чертопери. Если у него что-то есть, я буду ставить, собирать с него денег. Если у него еще нет, я там и так, ну, ничего бы с него не вытащил бы уже. Ну, я все-таки, пожалуй... Ладно, ладно. Не самое лучшее действие вообще надо здесь выкидывать, но... Для чисто, чтобы поиграть, я заколирую. Ну, вообще здесь в бутерброде надо выкидывать. Это руку 6-7. Ну, и дальше мы будем сдаваться. Ну, я коллировал только потому, что у нас теки с этим глубокие. И парень вроде бы 31 на 19, не самый адекватный с виду. Как бы только поэтому решил заколить. Ну, и коннектор, конечно, 6-7 тоже неплохо. Пару троек против ранней позиции буду коллировать. Туз-9 я буду коллировать 3-бет. Ну, он в 3 раза. Не буду ставить здесь ставку, потому что странно, что он в доску дама 2-дама не ставит continuation bet. Это довольно-таки какое-то палевное действие, на мой взгляд. Я не буду ставить покет пары, не выбью. Я здесь ничего не выбью. Туз-король я здесь не выбью. Ну, и ривер буду сдаваться. Я же объяснил, что нет смысла там раздача, я так понимаю, только доехала. Там, где у человека была туз-дама, и там флэш закрылся, где я собирался блефать. Я же объяснил, что нету ривер смысла ставить, если я не поставил все. Потому что если я буду ставить ривер, там вышла на ривере абсолютно бланковая карта. И он ни хера там уже не должен выкидывать в такой ситуации. То есть эта ставка на ривере, она абсолютно, скажем так, неправдоподобная. И не к месту. Поэтому там любой более-менее адекватный игрок должен меня и по даме, и по королю вскрыть вообще без проблем. Потому что если бы у меня была бы любая сильная рука, а-ля типа флэш, который я пытался изобразить ставкой на терне, я бы ставил бы терн. Соответственно, если я этого не сделал, то, ну, скорее всего, я просто ничего не имею. О, стрит какой приехал. Я сыграю через чекрейс здесь против этого оппонента. Зачастую он тут очень, ну, часто может что-то иметь. Там доска на самом деле. Много чему подходит. Он поставит. Я сыграю там чекрейс, допустим, довольно-таки мощно. 2.26. И буду ставить очень много на ри здесь. И, конечно, алвин. Ну, коллировать алвин его. Кокс. Грубо говоря, по тем условиям, по кофтам, по майкам там все написано. Все написано. Ну, все подробно расписано на сайте. Если, конечно, у тебя там совсем краполи не хватает, то, конечно, можно сделать, как говорится, там поблажку, какую-то скидку, образно говоря. Все индивидуально рассматривается. Мы же там не какие-то звери, чтобы из каких-то копеек рейка там кому-то что-то не подарить от себя. Так что все можно обсудить. Но в целом условия там написано, как это что можно получить. Минус полтора боинчика. Каточка идет. Нет, узов сегодня сдали, наверное, раз. Сейчас скажу, сколько, если будет точно. Ну, я просто... Это очень большая редкость. Знаете, сколько раз сдали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь раз. Семь раз сдали тузы за 555 рук. Если мне память не изменяет, поймать тузы вероятность один раз к 210. Пример, там, либо к 210, либо к 220. То есть, ну, один раз на 210 раздач, на 210 раздач сдают пару тузов. Мне здесь за 555 рук раздали семь раз тузы. Ну, как бы подсказывает мне что-то дисперсия свое потом вернет. И херово тучи у времени мне придется ждать этих тузов, как говорится. Ну, на самом деле, чекрейс на такой доске... Это очень-очень неправдоподобно. Я просто заколирую его и буду флоутить на терне. Ну, потому что чекрейс доску 4-3 валет, это... Ну, повторюсь, это неправдоподобно. Есть только тсц 4-3, он больше ничего здесь так чекрейсить не может. Я, пожалуй, буду калировать терны, если он будет ставить мало ривер. Ну, либо... Если он будет чекать ривер, я буду блефовать ривер. Если он будет ставить мало ривер, я буду рейзить ривер. Ну, или вот так вот доезжать, конечно же, тоже очень круто. Ну, потому что у него не может быть сет, он ставил бы на терне больше. У него на терне должна была бы ставка с сетом быть больше. Ну, и, разумеется, я буду ставить алын. Он тут мой флэш никак прочитать не может. я очень удивлюсь внутри 4 очень удивлюсь то есть но почему тогда черт так мало поставил вот ребят но смотрите тоже вот сам мне кажется сам себе примерно ладно на флопе он сыграл нормально понятно я там себя немножко зале вылил полез но на терне он поставил очень мало мне дал элементарно хорошие шансы на flash дрон нас 3 дро ну на все что угодно я не знаю как это там раздачу открыть сейчас я ее открою здесь но покажу в чем здесь прикол то где она сейчас обновиться вот эта раздача ну давайте посмотрим его сайзинг сайзинг по терну элементарно то есть вот это меня больше всего интересует и беспокоит в в этой раздаче с его стороны вот выходит черт и место чтобы сюда сейчас на такой доске имея две пары ставить здесь ну я не зато маля там 450 470 и не позволяет мне там тащить свои flash дро элементарные какие-то стридро даже там flash дро плюс у меня может быть там туз 5 черви то есть flash дро плюс 3 дро и так далее так далее то есть ставить надо много 470 он берет ставить сюда 3 доллара у меня элементарно ну вот шансы банка вот шансы банка то есть на flash дро так 10 9 10 9 мы стилем здесь мы выкидываем то есть вот шансы банк у меня 18 процентов ну надо 26 но не стоит конечно забывать про имплай дотсы то есть я сейчас калирую 3 доллара то есть имплай дотсы вы понимаете да что такое то есть я щас вношу в этот банк 3 бакса 3 бакса грубо говоря немножко не по шансам и при этом потом я отжимаю у парня оставшиеся там 9 ну сколько там 19 долларов и так далее да конечно еще мог упереться и блефануть ривер не очень-то удачно но но ставка с его стороны на мой взгляд на тернии не маловато все-таки я поставлю здесь пол банка попытаюсь украсть банк у него как на вэлью такая небольшая ставка конечно у меня должен калирует можно калирует по восьмерке по семерке по девятке так далее как полно бет 5 6 тоже буду коллировать это тут нет да тот же самый парень тоже буду ставить дом бет очень плохая карта на тёрни можно в принципе сыграть чек пауз даже я думаю что восьмерки у него нету он бы ставил бы думаю с восьмеркой но ставить мне смысла здесь нету ривер я думаю буду буду играть чек посмотрим что будет делать мне кажется средний шоу даунвали тоже прочекает ну если она хуже моего да там он пишет в чате типа мне тоже типа за 200 раздач тут на днях сдали тузы пять раз и общий профит 40 бб от них но вот у меня примерно такая же история мне сдали тузы 7 раз 7 раз я вам сейчас скажу сколько у меня профит с них 7 раз профит если бы точно 11 бб 11 бб за 7 раз тузов из этих 7 раз что мне раздали тузы опять раз я даже не увидел флоп то есть пять раз были все фолды на префлопе о крутяк ну это так небольшие заметки ни в коем случае не какой-то там натье просто заметки как это бывает прикольно у тебя есть литровые чашки потому что я мужик люблю пить пить из ведра на самом деле да когда мы делали эти кружки мы сделали их реально большими ну просто и такие то есть там примерно на кружка ну миллилитров 350 400 мне кажется но реально большая то есть то что на фотке это маленькая потом когда я уже заберу весь товар я это обязательно все от фотку еще раз покажу ну на сайте будет инфа так что кружка там реально большая 350 400 миллилитров с двумя логотипами с обеих сторон то есть можно чаю наварить себе столько что на часика два там час-два катки вполне хватит попить сейчас прочитаем еще один там вопрос а привет скажи а какой профит тебе с того что кто-то регается тебя с твоим кодом в какой-то либо покер комнате тот кто зарегался зарегался помимо рейка рума еще и тебе сейчас все немножко объясню короче ну на самом деле все очень просто когда приводишь игроков комната понятное дело какой-то процент от этого рейка от игрока платит тебе это ну разумеется соответственно получается что если игрок просто регается напрямую в комнату напрямую без афилейта он получает просто плюшки от комнаты и все на этом все и весь рейк весь 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 рейк что он делает отстегивается разумеется покер-руму если ты регаешься от кого-то афилейта то тебе афилейты предлагают допустим как у нас вип-клуб вип-клубе у нас здесь извини меня сумасшедшее количество всяких плюшек есть всякого рода там то есть такие вещи как типа там бесплатное обучение бесплатный майнинг видеокурсы от профессиональных тренеров то есть фрироллы приватной то есть огромное количество той байды которая тебе ну достанется просто на халяву потому что ты регаешься от кого-то филейт вот и все ну и зачастую бывает такое еще разумеется такая тема если ты регаешься от какого-то филейта то у тебя более лучшие условия то есть более лучшие бонусы на большее количество времени допустим бывают такие ситуации как это у нас в red kings или на red star тебе сразу же дается 30 процентный рейкбэк плюс потом еще можно кое-как намутить это так по секрету всему свету в разных комнатах разумеется конечно же вот так что ну и понятное дело до комната то есть за то чтобы мы приводим игрока в комнату комната с нами делится вот и все тут простая схема нечего скрывать это всем известно так я пожалуй буду доигрывать последний круг заканчивается здесь немножко покажу вам график что тут вышло и в принципе ну кому интересно и будем на этом заканчивать сейчас 20 от стриме лишь 610 рук я уже наиграл полно всякого на рассказал напоминаю что давайте если кому нравится кофты эти принимать участие в конкурсе там в общем то это будет затем скажу могу сразу сказать это будет последний конкурс на розыгрыш вот таких вот кофт потом они будут только в вип-клубе за отыгрыш ну очков рейка ну вот кофта это на мне если интересно еще раз покажу видно да я думаю все прекрасно понятно что такое вот так что это будет последний конкурс где можно на халяву что-либо урвать просто за репост в контакте одним словом на халяву можно будет урвать вот и дальнейшие все эти ништячки они будут доступны только участникам вип-клуба что это пока для затравочки такая халява мы выкатываем всего 15 призов в прошлом месяце разыграли 15 призов будет в этом 6 вам интересно милости просим ну давайте против тайтов игрока пятерочки зайдем ребят кружки у меня еще на руках нету там спрашиваю в чате если у меня кружка нет кружки на руках у меня еще нету заберу в ближайшем будущем так все забомбили вот это типичная моя сессия типичная моя сессия последних времен сейчас покажу чуть больше чем пол бои на пол бои на проиграл час я перенесу что-то все к чертям собачьим подвисло сейчас отвиснет красная линия как обычно в ноль и даже выше синий черт побери это говорит о классных шоу-даунах вот собственно говоря ну то есть повторяться не буду обычно эти канители там вот если у вас красная линия выше синий значит блин что-то не так с шоу-даунами что-то вам немного не проплачивает вот но по большому счету минус пол бои на посмотрим по статистике давайте как это ну я сыграл то есть 24 на 18 три бет восемь процентов ну в принципе остальные статы не имеют уже там значения ну то есть видите да вы это шоу-даун 26 выигрыш 30 процентов ну и вон вон софлоп на самом деле какой-то очень маленький 41 процент это очень низкий хороший показатель это сорок четыре сорок пять процентов плюс возможно сегодня просто тупо не складывалось но и даже при таких показателях красной линии все равно нормально зашла так спасибо всем за внимание кто был на стриме надеюсь вам понравилось стрим чек в следующей неделе как обычно вторник в 7 часов вечера будем к это покеру другой выбирать возможно подготовлю какую-то интересную тему для стрима так что как обычно вторник 7 часов вечера по москве снова жду немного музыки и будем закругляться еще в чате в чате посижу отвечу может быть на какие-то ваши интересные вопросы все всем спасибо за внимание всем пока